Здравствуйте всем! Сегодня у нас огромный сюрприз для вышивальщиц. Что обычно нужно вышивальщице для того, чтобы начать работу? Либо богатая фантазия и умение рисовать, либо принт. Принт – это изображение на ткани плоское. И потом вот либо букет, либо какой-то сюжет превращаются в объемную картину, расшитую лентами. Но вышивать мы же просто так не можем, особенно если ткань деликатная, какая-то красивая, мягкая. Для этого нужны пяльцы, например, вот в моем случае. А как быть? Вот здесь натянута ткань, а вот здесь вот не хватает размера ткани для пялец. Потом у меня углы остались незадействованными. Только вчера я спросила одну знакомую, на чем она предпочитает вышивать. Конечно, на рамке, сказала она. Так где же ее только взять? Ну, сегодня мы сделаем своими руками рамку для вышивки. И поможет нам в этом наш сегодняшний гость Андрей Макаров. Здравствуй, Андрей. Привет. С чего начнем и что нам понадобится для этого? И какова цена вопроса, что меня больше всего волнует? Потому что вот я зашла в магазин, поняв, что у меня вот такая вот беда вот с этим вот конкретно сюжетом, я спросила, рамка размером 18 на 22 стоит 800 рублей. Вот такая маленькая. И я сразу представила себе, во сколько мне обойдется рамка 40 на 50 и стало мне тоскливо. Начнем с цены. Да. Это ориентировочный материал, обойдется рублей в 150. Разве так бывает? Да, бывает. А из чего складывается эта цена? Ну, собственно, вот такая труба. Так. И уголочки, которыми соединяются отрезки трубы. Электротехническая труба. То есть это не для воды? Нет, это не водопроводная труба. Да. Я, кстати, тоже не сразу понял, почему рекомендуют именно такие трубы. Но когда зашел в хозяйственный магазин, то увидел, что, во-первых, такие трубы гораздо дешевле, чем водопроводные. Во-вторых, более жесткие и легкие. Ага. Это немаловажно, потому что в рамку уже приходится крутить в руках. А вот этот вот отрезок, он примерно 2 метра, да? Они так и продаются по 2 метра? Ну, вот я видел такими отрезками по 2 метра, да. Понадобятся кое-какие инструменты. Так. Но я бы не стал их закладывать в стоимость изделия, потому что у многих инструменты просто уже есть дома. Дома. Да. Поэтому расходуются только вот такие материалы абразивные, которые стачиваются со временем. Вот давай прям научим наших зрителей. Вот у меня такой дивный принт. Нужно определиться с размером. Ну, для начала надо померить размер самого изображения. Ну, то есть у нас тут 35 на 45 сантиметров примерно. Добавим немножечко, чтобы удобно было работать, чтобы рамка не мешала рукам. Вот в данном случае получится у нас внутренние размеры рамки примерно 40 на 50 сантиметров. Мы будем не 50 сантиметров отмерять на длинную сторону. Надо помнить, что вот этот уголок, он добавит нам немножечко, буквально миллиметров 7 на каждую сторону. То есть получается, что нам надо отпиливать примерно на 15 миллиметров короче трубу, чем мы хотим получить. Мы будем отпиливать не 50 сантиметров, а сколько у нас получается? 48 с половиной. Приступаем? Ну вот, такой замечательный жизнерадостный фартук. Я смотрю, разделочная доска с кухни, ножницы, как у меня тоже похожие есть, кухонные. Все с кухни, все с кухни, да, конечно. И с чего начинаем? Мерить, ты сказал. Да, как договорились, 48 с половиной. Это для длинной стороны, а для короткой, соответственно, нужно от 40 сантиметров отнять 15 миллиметров. Полтора сантиметра, да? Так, ну, попробуем. Вот эта ножовочка, она как бы по металлу. Ну, тем более, прекрасно справляется с нашим материалом. Ты говоришь, это все спрячется в уголки. А надо ли вот это как-то шлифовать? Конечно. Вот эти вот махры. Лучше сделать что-то такое. И вот есть такой интересный инструмент. Это вот абразивная губка. Она позволяет закруглять кромки. То есть так вот немножечко покрутили, и у нас всякие заусенцы, они снимаются. Надо сказать, что получилось очень аккуратно. Такие замечательные обработанные все срезы. И вот у нас получилось 4 трубки. Две длинные, две короткие. И я так понимаю, что сейчас их завести в уголки, и сама рамка готова. Правильно понимаю? Ну, почти. А что не так? Какие еще нюансы есть в этом? Ну, вот сейчас соберем... Уголки защелкиваются. Для нас это играет какую-то роль? Для нас это важно? Для нас это будет важно через некоторое время. Так, после того, как мы соберем эту конструкцию... Так. Мы вот ее собрали так. Ну, можем видеть, что она не жесткая. Да. Андрей, не пугай меня. Это исправляется, конечно же. Ну, если нам не нужна разборная, легко разбираемая конструкция... Главное, чтобы она была надежной, чтобы можно было работать. А вот так вот работать не получится. Это я тебе как вышивающица говорю. Я предполагаю, что да, будет сложновато. Все это можно посадить на клей. Не надо забывать вот о некоторых вещах. Например, о том, что перед склеиванием поверхности желательно обезжирить. Ага, это очень важно. Обычная технология такая, что мы покрываем поверхность клеем, потом она сохнет несколько минут. Потом мы просто прикладываем, сжимаем эти детали, и все склеивается. Поэтому мы можем обезжирить все, что у нас здесь есть, а потом склеить. А потом уже склеить. Всю рамку. Понятно. Для чего? Потому что потом, когда ткань будет натягиваться и прижиматься клипсами к этим трубам, то шероховатость позволяет ткани не выскальзывать из-под клипсы. Смазывается клеем обе поверхности. Да, тонким слоем клея. Смазываются обе поверхности. Можно даже стыки вот этих уголков промазать. Если уж мы хотим сделать совершенно монолитное изделие. Вот мне нравится этот подход. Пусть оно будет совершенно монолитным и очень надежным, и будет служить долгое-долгое время. Ну что, приступим? Да, очень интересно, что у нас получится. Да. Поняла. Да, мы не будем втыкать эту трубу в собранный уголок. Ну, на всякий случай. Потому что здесь есть вот рисочка специально, в которую упирается труба. И чтобы сгорячая не проткнуть ее глубже, чем надо, мы лучше уж сделаем сначала соединение в разобранном виде, а потом защелкнем второй половинкой. и не крутится. Вот смотреть со стороны так легко и просто получается. Я потом проверю на всех четырех уголках. Сейчас пока завершай работу, а уж потом я попрошу. Ну, я уж буду проверять, так проверять. О, смотри, как здорово. Можно я теперь проверю? Ну, в принципе, да. Конечно, она еще не приобрела полный уровень жесткости, который будет уже после... Уже мне нравится, что получилось. Вот я сейчас без дураков пытаюсь на жесткость проверить ее, она не играет. Так, но это половина игрушки. Это только рамка. Самое главное и самое основное – это клипсы. И главное, чтобы эти клипсы надежно держали ткань, снимались, чтобы можно было ткань регулировать, натяжение. Как поступиться в этом случае? Расскажи нам, как сделать волшебные клипсы. Принцип один и тот же. Отмерять и пилить. Так, отмерять и пилить, но пилить каким-то особым образом. Пожалуйста. Теперь уже по пройденному. Я даже запомнила. Сначала мы берем лист наждака и зашкуриваем вот эти махры, которые у нас остались. Есть варианты. Можно воспользоваться напильником, допустим, плоским напильником. Или вот так. Это мы кромочки закруглили. Теперь для меня самое основное и самое главное – чтобы с течением времени вот эти клипсы так же крепко держали ткань, как и при первом защелкивании их. Какой пропил ты делаешь, какой ты советуешь сделать пропил, чтобы надежность работы была обеспечена? По моему опыту нужно сделать вырез около сантиметра. Около сантиметра? Около сантиметра? Даже меньше? Можно даже чуть меньше. Я очень люблю всякие разные секреты, постигнутые на опыте. Да. Ну и дальше. Как вариант… Как вариант нужно беречь пальцы. Да. Вот очень важно беречь пальцы. Поэтому ни в коем случае палец не должен находиться под предполагаемой линией реза. Вот этого. Вот здесь опять замечательно подходит наша ножовочка. Но можно обойтись и без нее. Вот я хотела спросить. Вот у нас лежат ножницы на столе. Можно я попробую? Вот я ни разу не делала этого. Вот у меня слабые руки. Можно я попробую ножницами разрезать? Можно. Или надрезать хотя бы? Ну, сначала я покажу, как, чтобы не было недоразумений. То есть нужно вот подвести их к линии и просто нажать. Вот. А нужно одним резом завершить вот этот вот разрез? Или несколькими? Я почему сейчас и просила, чтобы я понимала, что вот такой вот участок я, может быть, и смогу разрезать. Можно я попробую? Можно. Ну, я сразу предупреждаю, что здесь придется прорезать, скажем, чуть больше, чем до середины, а потом встречным движением это дорезать. Ну, скорее всего. Это зависит уже от индивидуальных качеств режущего. Итак, смертельный номер. Так, осторожно. Рассказываю. Режется очень легко, практически не нужно прилагать никаких усилий, практически как по маслу. Вот когда смотришь, как человек работает с напильником, ой, нет, с пилой, кажется, что это очень сложно. Это действительно возможно. Эта женщина может сделать своими руками. Андрей, спасибо огромное за этот совет и вообще за то, что такую науку нам преподал. Вот теперь мы дошли до самого важного для меня момента. У меня есть принты на габардини, очень дорогом, блестящем, таком серебристом, сверкающем. Есть на более простом габардини, есть очень качественный лен. Во-первых, клипса должна держать и гладкую ткань, и вот такую, как лен. А во-вторых, даже самую деликатную она ни в коем случае не должна зацепить. А вот здесь все-таки заусенцы. И, как я понимаю, бумагой и наждачной этого не убрать. Как в этом случае, пастухоти? Ну, почему же не убрать? Убрать? Вопрос трудоемкости. Ну, конечно, вот в идеале, опять же, вот этот плоский напильник... А, просто зажимается... Да, мы зажимаем вот как раз и обрабатываем сразу две стороны. Так. Так. Ну, и так, немножечко под наклоном, чтобы фаску снять. Теперь, еще что нам в дальнейшем особенно пригодится, вот эти уголки... Да, вот я на них с ужасом смотрю. Да. Они, конечно, могут повредить ткань. Да, да, да. Но мы их в любом случае будем сошлифовать. Просто, чтобы облегчить себе эту работу, можно сразу ножницами чуть-чуть подстричь. Скруглить, ага. Да, буквально тут полтора миллиметра вот так отрезать. Чтобы меньше работать напильником. А это тоже делается напильником? Можно напильником. Если его нет, то все это можно с помощью абразивных каких-то материалов. Ну, вот, например, вот эта наша губка знаменитая. Она как подушечка выглядит. Да. Действительно мягкая на нажимание? Да, конечно, вот. Ага. Ей можно было бы и мыть посуду, но в последний раз. Вот. Такими движениями мы закругляем эти уголки. Продольный разрез. Его тоже надо обязательно обработать. Потому что как раз это место, оно прижимает ткань и может ее порвать. Это тогда очень важно. Вот об уголок вот этой губки замечательно там все снимается. Все эти заусенции. Ну, конечно, нет предела совершенства. Ну, то есть вот этому надо посвятить какое-то время, чтобы вот здесь вот была безупречная поверхность. Хорошо, пощупайте. Ткань выдержит. Да, думаю, да. Здесь нет никаких заусенцев. Все очень гладко. Здорово. И вот ценой неимоверных усилий у нас готовы клипсы подлиннее для длинной стороны и клипсы покороче для короткой стороны. И, как Андрей обещал, по три штуки на каждую сторону. Ну что, рама готова. Клипсы готовы. Теперь наступает самый волшебный момент. Нам нужно натянуть ткань на нашу новорожденную рамку. Предоставляю эту честь мастеру. Андрей, сделай, помоги, пожалуйста. Спасибо. Но мне нужны будут инструкции, потому что рамку-то я сделал, но вышиванием я не занимаюсь, поэтому технология натягивания, ну, мне неизвестна. Натягивается полотно таким образом. Сначала противоположные стороны коротких сторон, потом противоположные стороны длинных сторон. Или наоборот, как удобнее натягивающему. Хорошо. Ну, попробуем. Да, начинаем от центра. Все правильно. Так, ну, примерно одинаково. Вот так. И переходим сюда. Лучше поверну. Вот, хочу обратить внимание. Здесь явно маловато поля. Поля маловато, да. Здесь бы хорошо было надставить. Но на этот счет могу дать совет я. Можно взять какую-либо ветошь и просто полосками пришить к нашему принту, чтобы увеличить вот эти вот поля. Здесь еще нормальные поля. Здесь сантиметров по семь. Бывают гораздо более маленькие. Ну что, это на что-то похоже. Ну что, это на что-то похоже. Ну, у меня есть еще один совет. Возьмите ветошь, несколько полосок. И вот таким вот образом просто закройте белые поля ткани. Как бы мы ни были аккуратны, как бы мы чисто не мыли руки перед работой, все равно запачкивается принт. А наши принты, как известно, лучше не стирать. Поэтому вот таким вот нехитрым способом можно уберечь края работы, поля, по крайней мере. На сегодня все. В следующий раз мы придумаем что-нибудь интересненькое. Благодарим сеть магазинов «Леди Шарм» за предоставленную ведущей одежду.